Возобновились очные встречи главы округа Михаила Токарева с жителями. Почти год действовали ограничения на личное общение в связи с COVID-19. С этой темы началась и встреча в конкурсном. Михаил Токарев советовался, в какое время лучше всего организовать выездную вакцинацию на поселке. Вы не шутите. Иначе мы так больше встречаться никогда не будем. И не потому, что кто-то не хочет, а потому, что мы не сможем. Это сейчас никакой другой, пока таблетки, к сожалению, нету, надо делать. Медицинскую тему продолжили жители конкурсного. Сейчас население прикреплено к Ходьковской поликлинике. Но было бы неплохо, чтобы терапевт в какие-то дни принимал в местной амбулатории. Чтобы близко было выписать рецепты тем, у кого хронические заболевания. Сделать что, чтобы по факту у вас получилось, что вы ехали к самому врачу за рецептом не в Ходьково, а ехали в РБ? Конечно, нам здесь удобнее. А ехали в РБ? Да, да. Так можно? Нет, здесь, допустим, он же знает, там, так же, декан. Пусть человек какой-то занимается. А в амбулатории нельзя это делать? Раньше так и было. Сколько нам надо времени, чтобы это проработать вопрос? Вот эти нам после праздника, вот какой там, 9-го? После 8-го марта. После 8-го. Договорились? Глава округа Михаил Токарев приехал на встречу не один, а с профильными заместителями. Так что некоторые вопросы, например, схемы уборки территории микрорайона, обсудили еще до начала и договорились уточнить зоны ответственности ТСЖ конкурсной и муниципалитета. На сей день вопрос, у нас проблемы весьма. Это тротуар, где-то примерно полкилометра от поселка до платформы Семхоз. Это земли Гослесфонда, потому взять на баланс эту дорожку проблематично, но без помощи не оставим, заявил Михаил Токарев. Можно дам предложение? Субботник же сейчас будет весенний? Ну что-то в салон. Ну подождите, субботник весенний будет? Приглашайте нас к себе, у нас приедет техника, приедут наши сотрудники, рабочие, и мы эту тропинку покосим. Потом так же сделаем осенью. На субботнике косим, сразу смотрим по асфальту, прикидываем, сколько это стоит и принимаем решение. Проблемы из первых уст и реалистичные прогнозы от главы округа. Встречи с жителями округа в таком формате будут продолжены. Оксана Мирошникова, Антон Каврижных, программа События.